здравствуйте дорогие друзья сегодня мы с вами познакомимся с мифическим существом дракона слово дракон имеет греческое происхождение в переводе означает змей драконы это огромные мифические существа с крыльями острыми когтями и длинным хвостом они могут быть всех цветов радуги и даже золотого или серебряного у многих есть рога на голове и чешуя по всему телу которая защищает их от врагов драконы обитают в волшебном мире где магии чудеса являются обычным делом по легендам они едят мясо других животных кроме того могут есть волшебных существ а также любят золото драгоценные камни драконы существуют мифологии многих народов мира есть среди них ужасные и кровожадные а есть добрые хранители стихий и талисманы человечества многие из них представляются огромными а некоторые совсем маленькими тем не менее драконы существуют нашем мировоззрении и литературе образ дракона присутствовал в человеческой истории с древних времен голова дракона украшала нос дракаров викингов защищая их от чудищ подившихся море храма востока в изобилии уставлены статуями этих ящеров а их стены покрыты образами мифических существ китайский дракон как узнать что перед тобой именно китайский дракон по количеству пальцев согласно древней китайской легенде первый дракон появился в китае и на его лапах всегда было пять пальцев когда драконы стали покидать китай и путешествовать в другие страны они стали терять пальцы ведь у восточных драконов нет крыльев и передвигаться они могут только пешком или вплавь корейский дракон легенда гласит что китайский дракон отправившийся в корею потерял по одному пальцу на каждой лапе поэтому у корейских драконов всего четыре пальца если дракон возвращался на родину палец у него отрастал заново японский дракон драконы которые добрались до японии лишались еще одного пальца поэтому все японские драконы трехпалые смей горыныч огнедышащий дракон в русских народных сказках и былинах олицетворения сла имеет много голов обычных число кратно 3 6 9 или 12 длинный хвост стрелой и лапы с медными когтями перемещается по воздуху огонь носит в себе и извергает его в случае нападения выпуская дым из ушей проживает в горах и стережет калинов мост над огненной рекой смородиной по которому попадают в царство мертвых селится обычно в пещерах или берлогах спит на камне где трава не растет и птица не поет либо наоборот в палатах сверкающих златом и серебром дракон мифическое существо которое олицетворяет собой непокорность власть и бесконечную мудрость а сейчас я вам предлагаю смастерить своего маленького дракош для работы нам понадобится шаблон фетр зеленый желтый бежевый ножницы клей пистолет иголка с ниткой карандаш или ручка синтепон и декоративные стразы вырезаем детали из шаблона переносим их на фетр как показано на фото вырезаем вот что должно у вас получиться далее приступаем к сборке сначала приклеиваем ушки к одной детали тела дракоши берем мордочку и глазки и прорисовываем детали далее приклеиваем все детали как показано на фото после этого соединяем две детали тела дракоши обмёточным швом оставляя небольшое место для заполнения синтепоном теперь приклеиваем крылья и хвост наступающий 2024 год это год зеленого деревянного дракона по китайскому календарю это символ роста развития и процветания зеленый цвет символизирует жизнь рост и обновление а дерево олицетворяет стабильность силу и долговечность пусть в вашем доме царит атмосфера волшебства и магии оставьте все проблемы в прошлом и смело шагайте в будущее ведь дракон всегда будет с вами и поможет вам на этом пути так Продолжение следует...